который проходит под эгидой «Кавказ-Чез», постепенно становится популярным, как сказал уже Салим, уже рекордный. Слово «рекордный» можно применить по сравнению с остальными турнирами, но я думаю, и в других аспектах, скоро этот турнир будет, если такими темпами идти, у нас развитие шахмат, действительно будут рекорды какие-то. Хочу поблагодарить Салима за то, что сумел новых спонсоров собрать, и я думаю, количество спонсоров у нас постепенно, благодаря деятельности «Кавказ-Чез», будут выходить также географии спонсоров «За пределы СКФО», как в этот раз, по-моему, Федерации шахмат Москвы. Ну и хочу всем пожелать удачи в этом турнире, а также хорошо отдохнуть в Киберде. Спасибо. Итак, слово для приветствия предоставляется первому мастеру Фиде Карачао-Черкесской Республики, почетному жителю города Черкеска Сергею Вячеславовичу Чащеву, директору гимназии номер 5 города Черкеска. Я хотел бы сказать, во-первых, что данный турнир, если не все, может быть, поняли, он проходит в рамках работы гроссмейстерской школы, которую собрали, в общем-то, и благодаря Федерации СКФО, и личным усилием Стали Майоратовича Фазуляна, это тоже приятно. И надо поблагодарить его, что он находит силы в том, чтобы объединять вот так детей с разных регионов и собирать здесь. К тому же я хотел бы отметить ту молодую плеяду тренеров, которая сейчас у нас появляется, это отрадно отметить там. Я хотел бы особо поблагодарить и Бориса Ставченко, который находит время приезжать сюда, участвовать в работе, Ярослава Призанта, издалека приезжающего сюда. Это важно для наших детей, и видите, география меняется, потому что уровень самой работы школы также меняется. И сам турнир сегодняшний, он тоже будет знаменательный, потому что есть уровень определенных шахматистов, собравшихся, и, конечно же, всем хочется поиграть. Здесь есть молодые, здесь есть ветераны, здесь есть девочки, женщины, то есть весь комплект шахматной элиты. И, собственно, какие бы нам условия не были бы, вот видите, легкоатлеты, они без беговых дорожек бегать не будут. Шахматисты найдут везде возможность поиграть, и это особенность нашего вида спорта. Отмеченные тренеры, я хотел бы их поблагодарить, но и сказать еще, что и у нас также есть там и доверие к молодым шахматистам, к молодым тренерским кадрам, поэтому у нас во главе федерации сейчас Казбек Акбаев находится, который и тоже, естественно, организатор данных турниров. Я всем участникам желаю успехов. Я думаю, спонсорство, это как шаг вперед для шахмата будет. Я думаю, все меньше будет тех, кто, скажем, экономит на шахматах, а все больше вкладывает в них и развивать этот вид спорта. Всем удачи и спасибо. Сейчас позвольте предоставить слово нашему постоянному спонсору, который появился первый сайта КавказЧез, Томебийный салон элит города Пятигорск в лице международного мастера Дениса Яроченкова. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех вас здесь приветствовать. Очень примечательно, что число участников этого турнира растет раз за разом. И, казалось бы, маленькая затея кисловодского блиц-турнира превращается в скольмассовое мероприятие. Возможно, в скором времени оно достигнет и российского масштаба. Хотелось бы благодарить коллег, которые подключаются к развитию этого турнира. Отметить энтузиазм Салима Айратовича Фазурианова, поскольку он является основоположником этой идеи. И, как уже здесь было не раз отмечено, что турнир как в количественном, так и в качественном отношении растет. Всем удачи! И напоследок хотелось бы закончить наше выступление маленькой такой небольшой шутки, как я все время в своих статьях пытаюсь завлечь участников и так далее какими-то фразами. Прошло три турнира. Два турнира выиграл Борис Савченко, один турнир выиграл Денис Яроченков. Кто же выиграет четвертый турнир, покажет сегодняшний вечер. Всем удачи в игре! Итак, жеребекка турнира готова. Сейчас слово предоставляется главному судье, национальному арбитру Георгию Резовичу Сахвадзе, который скажет основные моменты правила Блица и объявит жеребекку. Да, пожалуй, первого тура. Приветствую вас всех, уважаемые участники. Рад вас видеть в таком количестве, в таком прекрасном месте. Я являюсь судьей этого турнира. Результаты будет принимать редактор сайта Кавказчез Елена Александровна. Пожалуйста, будьте внимательны. Правила вы все знаете. Здесь очень много профессионалов и любителей Блица. Все прекрасно знают. Сыграли партию, подошли, сказали результат. В случае победы один подходит, в случае ничьи оба. Но при желании можете, пожалуйста, проверить, чтобы все правильно было написано. Значит, стенд, как такой у нас будет в коридоре. Там столб такой красивый стоит. С четырех сторон будут вывешены стартовые листы. Жеребьевки будут. Ну и положение участников. Все будет по возможности вывешиваться. Правила вы все тоже прекрасно знаете. Я основные напомню. Отключите мобильные телефоны во время игры. За невозможных, естественно, поражений. При условии, чтобы вы его правильно зафиксировали. Для детей и прочих, скажем так, любителей шахмат, которые не совсем четко знают этого правила, объяснил, что если делается невозможный ход вашим соперникам, вы должны дать вашему сопернику завершить его. Переключил часы ваш соперник, сделал невозможный ход, останавливайте, подзывайте судью. Вопросы какие-то есть по регламенту. Значит, у нас 50 человек ровно. Вот такой юбилейный состав. 25 досок. Большая просьба, чтобы все, естественно, до конца доиграли и не было никаких... Мобиль. Не было у нас никаких неприятных моментов. В зале, пожалуйста, не разговаривайте. Вот здесь у нас большая площадка есть и на улице, и свежо, и в чистый воздух, и в коридоре можете пообщаться. Чтобы создавать приятные условия игры, думаю, достаточно себя вести просто достойно. И все. Спасибо большое. И напоследок я хотел бы еще сказать, что в предыдущих три блиц-турнира сайта «Кавказ Чес» никогда не было никаких скандалов, никогда не было никаких конфликтов. Чего я желаю в этом турнире, чтобы этот турнир действительно стал таким дружеским, хорошим шахматным, маленьким праздником. Поэтому желаю всем бескомпромиссной борьбы и оставаться во всем спортсменами. Спасибо. Итак, жеребевка первого тура, она готова. Сейчас мы ее на столы, думаю, в первом. Мы будем делать 5-минутную паузу перед туром? Или сразу начнем? 5 минут. 5 минут сделаем, да, маленькая? За минуту. То есть объявим жеребевку и 5 минут. Жеребевка будет на... Давайте повесим жеребевку и через 5 минут начнем тур.